перемещаться в пространстве ну то есть телепортироваться говоря гарри поттерским языком вот просто раз и оказаться там где я захочу вот это было вообще топовое лучше всего интересный интересный вопрос что-то скажу такое прям это слишком буду не скромен знаешь давай так хороший папа я прям топ-отец наверное по крайней мере мне так кажется и дети мейнеры то же самое скажу я очень много уделяю времени в детстве да нет я вот шоку все в детстве помню не знаю мне какое-то приключение хотелось детстве я помню вот там там чего-то такого хотелось какого-то приключения куда-то сходить там закон не в поход то куда-нибудь такое куда-то приключение там типа с палками куда-то там представляли что у нас какой-то свой отряд я помню с ребятами мы в деревню ездили в отряды бегали там ниндзя против этого метод представлялся каким-то таким воином который где-то там в лесу куда-то идет на за кем-то там не знаю вот всегда вот это было и когда дальше в карьере когда я бегал какие-то там бега я всегда представлял тяжело что я как властеление колец напомнишь хоббитов украли и за ними нагнались легалас ара горны и гимли и вот каждый раз что я куда-то бегу не надо кого-то спасти только держался на ареста где-то что такое было но и футбол я просто помню что я все детство футболе я уходил утром рано и возвращался в десять вечера в девять уже поздно забегаешь покушаешь тебя отругает что где-то лазил там все это время как там уйти там с площадки то есть действие дрались на палках казаки разбойники такого прям что такого футболиста все таки наверное да да если честно я микро вообще я всегда думал о том что если можно было так прожить несколько бы жизней бы много я бы хотел попробовать многие там и боец юси бы и биатлонистами я бы хотел попробовать и в плавании и теннисистом то есть такие вот я и хоккей то есть я все виды спорта хотел попробовать баскетбол наверное нет ну то давай так остановимся теннис юси и хоккей попробовал бы но биатлон уже четвертым тоже интересно как ты подъезжаешь на лыж на стрельбище это все внимание это интересно кем-то еще что-то а хотел бы наверное бы попробовать я обожаю видео смотреть где с животными с детства их выкармливают там неважно где где со львами с тиграми есть же там вообще уникальные люди которые и со львами с тиграми и с любыми вообще животными заходит как свой то есть вот это я восхищаюсь вот это бы я хотел пожить бы в такой природе в дикой и где-то там выкармливаешь кого-то уже из питомцев свои вот это было просто прожить такую жизнь с ними рядом у черт возьми интересно я дарил песню съездил даже записывал вот давно было правда когда мне даже спрашивали безумно тогда для меня был безумный поступок пойти специальную студию профессиональную записать песню свою причем и там придумали еще один парень мне помогал еще даже томска слова там этот и мы спели я спел ее песню там я понял как это все пишется вот побывал в этой шкуре и когда исполнял ее этот народ был такой исполнял песню своей супруги как раз она была беременна первенцем и вот я пел понятно под фонограмму мы все подумали что я пел живую это просто как ты так живую и было очень смешно потому что я понял там не очень трудно но если мы берем мы из спорта на возьмем да есть наша тематика все-таки то федерер майкл фелпс джордан сто процентов коби брайант царство его небесное шумахер наверное все таки лев яша пожалуй из вид спорта наверно прямо при себя увидел прям да действительно удовольствие подошел из мировых ну не знаю но много с кем я наверное захотел бы но если так пофантазировать жуков суворов кутузов наполеона потемкин ну то есть такие вот все то есть крутые такие личности которые вот с ними наверное было бы интересно просто ударов сарафируется рядом постоять потому что это был такой прям величайший масштаб личности ну хотя за другой стороны я бы не знаю черчилль наверное вот посмотрев там фильмы про них много кто такие были энштейн много великих людей которые наверное да теории бывало одно так на театре нет театр я люблю смотрю на урок кто не спал это не такой необычный вес ты бываешь вообще-то вот отсыпаешься на задних партах в рядах поэтому не такого что прям такого что то нет бывает самое страшное когда ты на теории реально начинаешь засыпать или а еще страшнее когда на теории тебя ха-ха-шечка разбивает и вот это самое трудное потому что когда идет серьезные разборы есть еще тренер прям такой жесткий жесткий ты сидишь а вот ты не можете остановить и сидишь вот это и вот это самое мучительное а также чтоб я прям засыпал такого не было я не был никогда в таких состояниях чтобы я мог очнуться пусть будет вот все что связано с королем король лев муфаса а симба просто и все что связано со львами у меня в принципе это я и по гороскопу лев и всегда мне это животное нравилось плюс очень крутой мультфильм сам по себе как он теряет отца преодолевает и изгоем становится как он находит тимона и пумба это что же все короче вообще будет мультик мне кажется на века говорят мудрецы любая покупка мужчины что-то для девушки какие-то такие бобрякушки это глупость которую бы никогда бы не совершили ними не было бы девушек на земле но нет на самом деле такого не было наверно что прям глупо и я наверное нет в марпелии когда мы были наверно в казино я проиграл там роток там тысяч пять наверно евро то есть это да сама была необдуманная так вошел в раш что это такое по сравнению когда люди там играют то есть я так аккуратно и всегда как-то спокойно к этому был каким-то покупку что считать то есть я не делаю каких-то необдуманных эмоциональных решений плюс меня спасать что я никогда пьяный в принципе не бываю и по пьяни мне кажется можно какие-то вещи наворотить такое бывает в принципе бывает стыдно особенно мне было было тут как-то 8 ноября что ли или когда не было бывало бывает нет бывает такой стыдно бывает например когда ты там не слушать тебя ребенок что-нибудь так наругаешь его вспылишь немножко потом тебе очень стыдно потому что понимаешь что даже его когда ругаешь аккуратно даже он тебе обижается ты понимаешь это правильно но так как это твое дитя может быть я где-то был нарезок или как-то и док это то есть каких-то вещей еще какие-то вещи стыдно бывает только не забиваешь пенальти для меня это тоже например неприятно стыдно именно перед самим собой что я не справился не смог но мне кажется вы каждый день можем чего-то какие-то вещей что прям такого прям стыдно стыдно вот недавно был все поняли а так да не знаю во все что везде не последний раз было мне повезло мы играли с друзьями то есть поспорили была большая компания друзей сидели в кафе и мы поспорили с одним из друзей на 20 или 30 фунтиков или 50 фунтиков не помню кучу на фунтики на морозе прям бить это буквально было там может быть месяц назад но уж чуть меньше и мне он сказал что я горит загадаю слово а я хорошо играю в крокодил во все игры настольные мы любим прям соревноваться он дать я загадаю слова говорит вот и за пять минут и не покажешь ее никогда я говорю это него невозможно какой бы слова не загадал за пять минут я его покажу ну поехали ну давай и он не загадал слова сингулярность я был в таком шоке я сам понимаем что все это обозначает он не включает википедию видишь твари и вот я там начинаю и туда и сюда короче я не поняли они назвали молекулярность не потому что что там показано космос еще еще они как-то сказали молекулярность я показываю объясняю что буквами нельзя что окончание примерно правильно дальше не понимает дальше пытался вывести их через сингл песни там типа диски сингулярность никак никак и тут в один момент в большой компании надо девушка такая что то и все и что-то надо так сказать один парень ну от которого не ждал никто и ничему и просто у нее только слюна не текла вот просто он такой сингулярность оставалось вот не соврать секунд 20 или 15 и нас там было человек 20 один вот этот парень который уже пританцовывался сейчас будет наконец-таки я проиграю его я его на протяжении в сколько мы каждый раз не видись мы что-то спорим то есть у нас там мы спорили с ним кто простоит больше планки то есть мы все время снижаемся и он ни разу меня не что скидывание карты он меня не выиграл ни разу и тут я реально понимаю что все я уже я уже и так выжимаю ну сингулярность как им это и космос и все и так я и говорю девушка в компании она что-то хотела и говорит не понимает что сказать и тут вот я говорю просто тут вот так вот сидел сингулярность и такой крик ор вот это было такое счастье я его говорю как откуда ты мне показал бы этого доктора стрэнджа они же быть сингулярно сделают я говорю ты вообще его и фильм то есть короче вот тот откат на кого бы я подумал что последний кто это скажет о на при такой сингулярность то есть он не принесут победу это было прямо везение слушай знаешь я бы хотел бы вот честно я хоть немножко наверно в этом плане лентяй но я мечтаю во первых английский учит прям идеально то есть это до себя ему я вот не знаю почему никак не могу взяться прям за себя что понимаешь это долгий такой процесс что конечно нужно было бы по-хорошему ехать в англию там не пожить там два-три месяца там потрещать а что-то еще научиться вот наверно английский много чего можно учиться я бы хотел бы там много чего красиво рисовать допустим или бездарно рисую петь то есть но опять же не только что он петь как там сидишь и кто-то поет там или в караулке заходишь с ребятами тут действительно поет красиво красиво поет сам так похвастаться не могу я не могу сказать что я топор потому что такая есть вообще прям топорюги которые там но ты даже попасть не могут то есть меня нет у меня понимание есть голоса не хватает голос там еще что так много чего можно так великолепно готовить чтобы прям так готовить что вау ну что говорят что лучше все готовить даже мужчин принято что девушки то есть таких много вещей я хоть не часто там гость но почему-то вообще с давних-давних времен сложилось так что моя коронная когда все меня знают они говорят пора я ночной хулиган у меня дима билан почему-то я ночной хулиган всегда то есть у меня это коронная я ночной хулиган вторая мне коронная это всегда миладзе девушкам из высшего общества а третья стас пьеха у него там песня даже не вспомню как называть стас пьеха и и показываю вот это фобий точно никаких нету как-то я проверял как-то я заезжал даже в мрт давно-давно как полностью заезжаешь и там так как я большой было не комфортно то есть мне кажется и замка пространство всех есть какой-то прямо прям за высоты тоже если высоко ну фобий нету такого не когда неприятно мы даже как дорессировали себя в маленький шкафчик засадишься прям максимально и двое-трое садятся и выбраться не можете прям сижу до талого пока уже не кричи что открывайте не ну если глобально у меня иногда бывает какое-то такое не фобия ничего но вот иногда когда я смотрю там что-то как мы загрязняем среду то есть у меня вот какая-то такая вот определенный ну не страх и не боязнь задумываешься о глобальном потеплении то есть вот ледники тают мы знаем еще то что мы да вот эти океаны моря вот иногда у меня когда я нарываюсь на вот эти вещи мне иногда становится так как то как мы все это творим то есть и как это все мы загрязняем что главное свиньи на планете это это мы ну люди вот это меня немножко расстраивает уже на рачу на декабре подписан потому что у него все эти с этим связано это откладывается вот эта тема меня очень так как-то тревожит потому что вот когда будут эти какие-то если катаклизмы природные мы с ними не справимся в принципе к вид это продемонстрировал слушай я был впечатлен сейчас лидером потому что я знал кто такой лидер когда в сетях выпустил объяснил лидер я был шоке что чуть ли не 90 процентов вообще не знаю что такое лидер то есть они пытались мне поправить на тигр или лев начинали там такую нести чушь и прям у меня уже там уже прямо до дрожки потому что как так издеваться над животным там вот лидер потому что вот я всегда везде где читал и смотрел передачи про лидер то это смесь льва и тигрицы по моему не ошибаюсь он настолько бесполезный безобидный огромный в два раза больше ну такой тип вообще полусонный я так думаю я и впечатлил что он вообще просто как огромная тюфи но когда вот сейчас я столкнулся и нам объясняли я долго разговаривал с ребятами которые там у этого шейха свой специальный у него парк у него там вот ребята которые работают с детства их виду этих всех животных лигры я там их долго докапывал кто тигр или лев потому что мне это всегда интересно было сильнее и потом вот лигр я говорю от лигр что вообще же ну что это вы говорили вообще не бы не мэ и они мне говорят что это монстр что один лигр и тигр и льва что это просто машина для убийств то есть это такая прям я был в таком шоке и вот так конечно лигр дома ты его не заведешь у тебя съест там лигр это такая детина не ну если так бы было бы конечно там дальше какой-то смотришь этот шейхи у него свой собственный зоопарк обезьяна кидается песком играется так у нее и нравится у него все виды там от бегемотов до все до всего то есть конечно если такое было бы у меня раньше вообще для животных звали меня артем дули там и я сидел всех бы принимал бы ну то есть так много животных очень красивых конечно же вот тут хотелось бы чтобы все животные которые в красной книге чтобы размножались то что это не хотелось чтобы они пропадали так много всяких которые в неволе я понимаю что им нужно жить там уже которые там особенно лигров если вы вели их как их скажем спасибо пытайся то есть ну наверно два будет пусть ли игр будет большой кота мне вообще если честно так если не с прохладцы но так отношусь вот пусть матроскин будет собака не знаю но у меня две собачки маленькие Энни и Оди у меня любимица так как она меня любит безумно и не подтягивается к ней ну Оди пусть будет Оди слушай ну если бы это был крутой конь я бы несколько персонажей во-первых я люблю кино для тебя это не секрет и и ну я бы очень давно Crismer хотел сыграть сыграть какого-нибудь Витязя какого-нибудь такого или богатыря какого-нибудь такого чтобы с отрядом где-то против там татар монголов там или ещё деревню нравہ деревню напальню какую-нибудь хотел бы какой-нибудь супергерое сыграть расскажет там Бэтмена Аквамена там не знаю reasonably Artsy но я опять же фантазирую это то есть такое Robin Goodies какого-нибудь такого не знаю такое какой вот с такого я бы сыграл бы это интересно было бы попробовать, как, что, чего. Хотя, когда смотришь, как они снимают, это очень тяжелая профессия представлять, это делать. Такие роли я бы сыграл бы с удовольствием. Не знаю, почему меня почему-то тянет в Новую Зеландию. Не могу объяснить. Может быть, потому что там снимали Хоббита и Властелин колец. Там очень красивая природа какая-то неземная. Даже как-то мы с друзьями планировали туда. Но когда мы увидели, сколько туда лететь, как туда вообще то есть, наверное, там. Ну, еще, наверное, я бы в Америке я не был. Я мечтаю в Америку попасть. Но в Америку я, опять же, мечтаю попасть больше из-за, там, НХЛ, НБА. Хочу увидеть вот это все вживую. Американский футбол даже посмотрел бы. Даже бейсбол бы посмотрел, хотя там говорят не очень. То есть, Америка давай будет второй. И в Австралию. Ну, однажды, однажды... Ну, на дороге только иногда. Вот такие самые такие нарушения. И однажды там, как друзья мои сказали, мне было очень стыдно. Я только права получил. И не заметил, правда. То есть, я не могу сказать, что я прям экспертища, прям такое, ну, разбираюсь. Но однажды, по молодости, да, ну, это было, хорошо, это было ночью и темно. Мы ехали, и потом друзья меня повернулись. Други говорят, пока ехали, можно было, говорит, из кирпичей собрать, целый дом построить. Построили целый дом. То есть, получилось, что я там чуть ли не по встречке. Ехал какой-то, ну, там, ладно, там был где-то вообще, то есть, захолустье. И, то есть, я не заметил знака, и ехал. А там раньше можно было ездить. Это если не соврать, где-то возле шоссе энтузиастов там. То есть, там можно было, раньше была дорога. А с какого-то времени, давно уже, нельзя было. Я тут сейчас режем. Потом мы подъезжаем, друзья за мной, которые ехали, говорят, ну, это неплохо. Построили дом с собой, говорит, из кирпичей, говорит, да, да, говорит. Ну, вот это было, наверное, самое такое, прям, нарушение. А так я прям стараюсь не нарушать. Где я могу что-то нарушить? На футбольном пункте только, если правило, могу дорожить. Ну, наверное, что было дальше, действительно, они красавцы, и гости очень зависят, конечно, когда Джиган приходит, это прям, когда он не знал, что его Нурлан зовут, это было, конечно, очень мощно. Он вообще потом вводил там это. Ну, то есть, бывает, Джигурда там тоже, я меня повеселил. Ну, многие там приходят, интересно. Наверное, что было дальше, наверное, ну, из... Ну, мне, кстати, и прожарка несколько было в случаях, мне очень нравилось, как прожаривали. В основном, Соболев мне не очень нравится, а вот там вот ребята, которые стендаперы, нет-нет, там очень круто делают. А ты себя вот, что было дальше, представляешь? Ну, они меня звали два или три раза, да, мне просто, к сожалению, не получалось, и... А так я вот прям, мы с Нурланом, я и с Тамби, в принципе, общаюсь, ну, хотел туда заглянуть, и был такой момент, прям, просто не получилось, так, графики очень плотные были, а при всем этом мне не хотелось ехать одним днем туда, обратно возвращаться, потому что сбиваешься с режима, все равно не то. Это очень трудно, много фильмов, есть какие-то классические, я знаю, там «Зеленая миля», «Хараброе сердце» мое, я везде, но я его часто пересматриваю. «Зеленый мил», наверное, «Бэтмен» с Кристофером Ноланом, с Кристианом Бэйлом, это, наверное, тоже очень-очень-очень круто. Он там против Джокера, особенно «Хит и Ладжер», это прям, это что-то неземное. Еще что-то, наверное, много, но такие, ну, давай вот на них остановимся. Салат оливье, а там дальше можно с чем угодно, с картошечкой, с сапогидом, да чем угодно вообще, ну, салат оливье, прям, вот, вот, если какой-то там застолье, или еще что-что, вот оливье, если у меня есть, все, я вот могу целую ведерочку убрать, и пошла возня. Я все каши люблю, но ненавидел всегда почему-то геркулесовую кашу. Не знаю почему, вот прям, мне прямо даже до дрожи. Плюс мне не нравится все, что связано с грибами. У меня нет к грибам никаких претензий, но вот все, что с грибами связано, я почему-то вообще никак. И вот геркулесовую кашу, почему? Я люблю кашу, я все же любил каши. Вот геркулесовую, прям, не знаю почему-то, Да, она вообще, да. Слушай, опять же, очень, ну, «Мафия» классная игра настольная, мы часто в неё играем, очень интересная в плане того, что она не просто игра, а именно на твоё вот чутьё, именно на твою логику, наблюдательность, всё равно интересно. И ещё, что я видел во сне, есть такая игра, один засыпает, парень, раздаются карты, там получается добрый, кто сне рассказывает, плохие, кто рассказывает, и пересмешники, они из-за тех из-за тех, им нужно баланс соблюдать, то есть ты спишь, засыпаешь, потрясающая игра, и по порядку слева направо начинают говорить, ты не знаешь, в каком они карты мешаются, раздаются, и, например, там слово, я не знаю, там «арбуз», «хороший» говорит там, «хорошим надо объяснить так, чтобы я угадал это слово, плохим нужно сбить, но сбить заэвуалированно, чтобы не было там, знаешь, один начинает, сидишь, зелёный фрукт или ягода, а там кто-то говорит «в космосе», и ты же сразу понимаешь, так, вот этот чудик походу… И вот, короче, ты должен, если ты уже назвал, она отправляется или угадал, или не угадал, но в конце ты должен, всё, когда время вышло, минута там, по-моему, или две, ты во сне говоришь, так, я спал и видел сон, ты должен перечислить всё, что ты называл, чем больше ты угадаешь, там тебе перейдут, и там вот очки начисляются спящему, это пересмешнику, и вот так раунд, чтобы все прошли, чем больше людей играют, смекалисто, интересно, смешно, память, потому что сколько там тебе снилось, прислушиваясь, как кто играет, то есть это, в общем, прям, потрясающая игра. Слушай, мой идеальный отпуск, вот не соврать, это Мальдивы, тишина, спокойствие, никого практически нет, это прям, просто супер, то есть это реально рай на земле, вот это прям идеально, хотя вот в этом, я могу сказать, что я прям часто ездил, если честно, раньше по молодости я вообще не ездил никуда, не хотелось никуда уезжать, в этом году я тоже никуда, и вот я был за городом просто, я скажу, что Мальдивы просто именно загар, вот этот все пляж, вот это все, вот это спокойствие, природа, но вот за городом, в кругу друзей и родных, близких, мама, папа, сестра, дети, вся семья, я тебе скажу, что это тоже, мне кажется, не место красит в любом случае, ну это сто процентов, не место красит, а люди, которые рядом с тобой, если тебе с ними весело, если они с тобой на одной волне, если они такие же немножко безумные, как и ты, играют во все, смеемся, веселимся, придумываем какие-то конкурсы, еще еще, даже в Шалаше будет клап круто, поэтому вот я без Мальдив, думаю, как, все многие старались уехать, а я боялся пандемии, всего-всего этого лишний раз, все равно заболел, кстати, причем непонятно где, но сам факт, и вот было круто, я прям, это был лучший Новый год, вот, самый такой лучший Новый год, хотя каждый там Новый год был потряс, но это был самый лучший Новый год, крупная часть из того, что мне, наверное, загородный дом свой достроился определенный, и я там провел, и мы все вот это семейное гнездо, которое там мечтал всегда папа, мы там все были, все собрались, то есть это было вау, просто это идеально, идеально это с семьей и близкими людьми, а если сочетается семья с друзьями, и вы все вместе веселитесь, отдыхаете, никто друг друга не напрягает, а если кто-то друг напрягает, вы друг другу это в лицо сказали, и на этом исчерпано, великолепно. Субтитры создавал DimaTorzok